приветствую вас мои дорогие подписчики и зрители канала мир вкуса на своем канале я занимаюсь различными видами рукоделия которые меня вдохновляют недавно под одним из моих прошлых видео совсем недавно я увидела комментарий фантазерка ну да я действительно фантазерка и сегодня я хочу сделать коврик даже это будет очень маленький коврик но в технике от качества конечно у меня нет ткацкого станка хотя я очень интересовалась истории нашего села раньше здесь ткани не только дорожки но или тонкие ткани но достаточно тонкие всякие там дерюшки ручники ну еще какие-то узкие полоски ткани у меня конечно же нет никакого ткацкого станка но я подготовила вот такую картонку эта картонка у меня размером 20 на 38 сантиметров и смотрите через каждый сантиметр я сделала прорези глубиной тоже один или полтора сантиметра у меня есть вот такой маленький моточек хлопковых ниток которыми я простегивала недавнее одеяло вот он у меня остался и я думаю на вот этот вот коврик как раз его хватит сейчас я закреплю конец нитки вот зовут этот привяжу за крайнюю участочек картонки и потом буду протягивать вот так туда-сюда и зацеплять за вот эти вот прорези в прорези буду вставлять сейчас вам покажу как я буду это делать но если честно результат я сама себе еще не представляю и так я вставляю кончик нитки завязываю чтобы он тут не вы не выдернулся сейчас процессе перематывания и вот так я спускаю до следующей прорези зацепляю за вот этот кусочек картона прорезанный и в следующую прорезь вставляю буду не очень туго натягивать чтобы потом мне можно было здесь пропускать нитки и полоски тканей ну вот я вам секрет уже маленький раскрыла из чего я буду ткать так сказать ткать вручную наш коврик теперь я хочу вставить внизу вот такую планку а это у меня обычная деревянная линейка вот так вот я зубочисткой приподнимаю нитки и просовываю линейку я потом горизонтальные нитки и полоски ткани буду же прибивать к низу и чтобы они у меня были не до самого края потому что здесь после того как сделаю всю работу я буду обрезать и чтобы сразу же не начало все распускаться а вот я сначала поставлю вот такую вот себе планочку которой буду сейчас прибивать нитки и сначала я хочу начать протягивать нитки у меня вот есть такие остатки от каких-то предыдущих давних процессов вот сейчас я буду протягивать нитки и посмотрим как это будет получаться у меня вот такая есть большая игла для рукоделия для игрушек и давайте приступаем я буду протягивать сразу по две нитки чтобы было немножко потолще полотно пока все получается достаточно быстро пока буду я буду оставлять хвостики не очень короткие приблизительно вот такой длины и обратно я уже как бы в шахматном порядке буду протягивать та нитка которая была верхняя теперь у меня станет нижней вот так ее обвиваю и поехали пробую работать левой рукой пока тоже получается все протащила а теперь нужно было придумать чем же прибивать вот эти нитки вниз чтобы плетение было плотным и я вспомнила что у меня есть вот такая деревянная расческа которой я повседневной жизни не пользуюсь значит бог сейчас буду использовать ее в этом процессе и опять до правой рукой работа идет намного быстрее чем левой но ничего все будет хорошо обрезаю нитку и сейчас и сейчас возьму другую немножечко сейчас поплету и вернусь к вам покажу что получается и попутно хочу вам показать как я быстро вставляю в ушко иголки вот такую вот нитку я беру обычную хлопковую нитку вдвое вставляю в ушко ушко достаточно большое я это делаю даже без очков и вот здесь получается петелька в петельку вставляю кончик нитки даже вдвое видите в две нитки и теперь осторожненько ее сюда протаскиваю вот так видите и все нитка в иголке и так ребятки пока я занималась вот этим вот проектом процессом этим уже вечер ну конечно же я не целый день все делала у меня были еще и домашние дела и сейчас я в камеру вижу что камера не передает все яркости этого коврика при искусственном свете лампы но тем не менее я вас уверяю здесь все те цвета и сочетание цветов которые мне очень нравятся и так коврик готов сейчас я просто его срежу вот здесь с этих ниток ниточки обрежу обрезать буду с обратной стороны и затем эти ниточки я свяжу попарно беру маленькие ножницы с острыми кончиками и начинаю обрезать и теперь с другой стороны и теперь с другой стороны картона и теперь я буду их связывать затем затем соседнюю ниточку беру и продолжаю этот процесс до конца ряда то же самое я сделаю и с обратной с другой стороны с противоположной стороны все я связала все ниточки попарно и вот что у нас получилось и так мои дорогие в технике плетения на картонке у меня получился вот такой вот фрагмент я его сплела из вязальных ниток и из полосок трикотажа шириной где-то около 1 см сочетание цветов мне очень нравится но это конечно же не готовое изделие а это заготовочка а для чего нужно еще подумать поэтому заходите почаще на наш канал смотрите видео ставьте лайки пишите комментарии и до встречи на канале Мир Вкуса